Здравствуйте! В эфире телеканала Первой Мытищинский программа «Диалог с властью» в студии Надежда Звягинцева. Наши гости сегодня заместители главы администрации городского округа Мытища Светлана Лысенко. Здравствуйте, Светлана Ивановна! Добрый вечер! И врач-терапевт поликлиники номер 2 Сергей Лойков. Здравствуйте, Сергей Холмуродович! Добрый вечер! Сегодня будем говорить на актуальную тему, пожалуй, на одну из самых актуальных, о вакцине и вакцинации. Светлана Ивановна, наверное, первый вопрос к вам. Статистика на сегодняшний день какова? Сколько человек переболели COVID-19 в городском округе Мытища? Сколько привились? Если можно, то в том числе в процентном соотношении от общего числа жителей городского округа Мытища? Всего с начала пандемии переболело у нас 13 290 жителей в городском округе Мытища. Из них 10 126 лечились в поликлиниках, 3 164 человека были госпитализированы в нашу Мытищинскую больницу. И на сегодняшний день, буквально сегодняшние последние данные, в стационаре у нас получают лечение 486 человек. И за последние сутки к нам поступило 63 человека, из которых 19 мытищинцев. Ну, понятно, что у нас территориально больница расположена таким образом, что поступают не только и лечится, не только мытищинцы. Это достаточно такой высокий показатель. Тоже около 5% получается от общего населения. У нас сегодня 260, без малого, 2000 населения по городскому округу. Поэтому нужно задумываться. Такие регионы, как Москва и Московская область, наивысшей плотностью населения, они как раз и попадают в зону риска непосредственно по вакцинированию, в том числе, населения. Так вот, за вакциной уже сколько у нас обратилось мытищинцев? Значит, на сегодняшний день я хочу сказать, что у нас вакцинируются жители нашего округа в зависимости от поступления вакцины. На сегодняшний день у нас 17495 вакцин с самого начала момента проведения вакцинирования населения. Это с 4 декабря прошлого года осуществляется. И на сегодняшний день у нас 15 тысяч, почти 16 тысяч населения городского округа уже сделали вакцину. Это хороший показатель, но тем не менее он несколько отстает от тех рекомендуемых, которые медики, профессионалы, эпидемиологи пытаются сказать нам о том, какая должна быть доля. А доля – это не менее 60%. Да, сейчас все говорят о коллективном иммунитете 60%. Сергей Холмуродович, а вот что это такое, эти 60%, что такое коллективный иммунитет, почему нам важно так его создать, что будет? Нам тогда не стоит ждать третью волну пандемии, мы забудем о коронавирусной инфекции. Для чего нам нужен этот коллективный иммунитет? И что он из себя представляет? Во-первых, хочу сказать, что иммунитет представляет собой защитные силы организма, которые вырабатываются в ответ на внедрение вируса в организм человека. И чем больше людей будет привито вакцины против ковида, тем будет в общей сложности достигнут нормальный уровень коллективного иммунитета. То есть, допустим, 60-70% населения будет привито, выработан у привитых иммунитет. То есть, у большей части населения? Да, большая часть населения. И таким образом мы будем препятствовать распространению вирусной инфекции коронавирусной. И самая такая действенная мера, что мы получаем после прививания, это снижение летальности, то есть смертности, и количество осложнений у заболевших коронавирусной инфекцией. Ведь вакцина сама по себе, она не столько от заболевания самого предохранения человека, сколько от осложнений вследствие того заболевания, которое вирус принес человеку. Ну, допустим, коронавирусная инфекция. Я предлагаю сейчас посмотреть опрос. Телеканал Первомытищенский регулярно проводит опросы на улицах нашего города и спрашивает, готовы ли привиться мытищенцы. Вот один из них, последний опрос. Начало предлагаю его посмотреть, а потом продолжить наш эфир. Вы прививались, планируете прививаться? Думаю. Не доверяю я этому. Мне один раз делали от простуды, и я потом вообще мучился. А это еще когда они только придумали, а отперкались сразу. Я уже привитаю. Многие люди привились и убеждают в том, что это безопасно. И мы видим на своих знакомых тоже. Поэтому хотим, чтобы наши близкие не заболели. Да, я планирую, но чуть попозже, потому что я переболел относительно недавно, и у меня еще антител хватает. Ну, как-то неуверенность. Боюсь. Боитесь, что какие-то осложнения будут? Да, да. Подождем. Вы прививались от ковида? Да. А почему вы это сделали? Потому что хочется пожить еще немножко. Мне нужен какой-то пинок под зад, и все. А так, в принципе, я созрел. Тут вроде как в Болгарию надо ехать, и там сказали, что вроде как привычки там должны быть. А потом нас, оказывается, туда не пускают. Я уже хотел бы убежать, делать. А, ну что ж, ну вот пинок будет, я обязательно пойду. Думаю, вот сегодня наши гости смогут мытищенцев избавить от последних сомнений. Желающих привиться станет больше. Итак, какими вакцинами сегодня прививают мытищенцев? Есть ли у них выбор, или пока на территорию городского округа мытища поступает только спутник ВИИ? Ну, конечно. В гражданском обороте пока только спутник ВИИ используется. Вот один из вариантов отечественных вакцин. Зарекомендовала себя эта вакцина не только в России, но и за рубежом. Об этой вакцине и о ее безопасности, эффективности написано и в достойном, уважаемом всеми медиками медицинском журнале «Ланцет». И на подходе две другие вакцины. Действительно, это и новосибирская вакцина, эпиваккароны, это и чумаковская ковид-вак. В любом случае, пациент имеет право выбора, да, та вакцина, это ли вакцина, это лучше, это хуже. Но на самом деле, хочу сказать, что все они базируются на чем? На способе доставки генной модификации клетки. Заражается эта клеточка, вернее, не столько заражается, сколько она способствует тому, что вырабатываются антитела, и организм таким образом формирует свой иммунитет. Будет ли это иностранная вакцина? Но учитывая то, что наша вакцина, спутник ВИ, самая лучшая, признана во всем мире, действительно эффективная, действительно без побочных эффектов, просто, ну, не понимаю, зачем говорить об импортной вакцине. Да, действительно, очень много есть зарубежными компаниями, фармкомпаниями, разработанные и в производство пущены препараты, о которых можно и в журналах, в источниках почитать, в социальных сетях, допустим, по телевидению. У меня всегда встает вопрос у самого, зачем, зачем, если сама Европа, если сама Америка, действительно готовы нашей вакциной прививаться, потому что все признали, вот если брать по статистике, это 55 стран, это полтора миллиона жителей планеты, признали эффективность, достойную характеристикой нашей вакцины, спутник ВИ. Вот, поэтому, ну, говорить о том, надо ли прививаться импортными вакцинами, допустим, я считаю, на самом деле, неуместным нашему человеку, потому что, наоборот, мы должны показать, да, кроме того, чтобы поддержать, да, отечественных наук, производителей, технологов, допустим, вот, самое главное, действительно, поверить, поверить надо в свою вакцину, в первую очередь, потому что, вот, мое личное мнение, да, вакцину изобрели на тех площадках, на которых веками занимались, скажем, годами, если не веками, занимались разработкой вакцин, которые применялись при, для профилактики серьезных таких инфекций, как полиомиелит, где изобрели, да, у нас в России, допустим, да, на базе одного из институтов, где сегодняшняя вакцина появилась от коронавируса, да, те же вакцины против холеры, брюшного, да, всех этих заболеваний, которые входит в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям, вот здесь рассмотреть, и поэтому доверие, да, я уверен, у населения доверия действительно стопроцентное нашей вакцине, просто люди еще раскачиваются, и недоверие лишь идет в плане того, что слишком быстро вакцина изобретена, вот так многие рассуждают, да, 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 не может такого быть, но наука не стоит на одном месте, и поэтому вакцину, если раньше изобретали годами, допустим, то сейчас действительно ее за год, за два, пожалуйста, другое дело клинические испытания, и тоже они проведены, пожалуйста. Ну и потом они же были уже на готовой вакцине практически, которые разработали этот институт, вот я читала, да, поэтому... То есть уже готовые были разработки, правильно, Светлана Ивановна, действительно, там получается эту вакцину против вируса Эболы, допустим, когда-то в 2014-2015 году, да, вот разработали уже, в Нигерии ее активно использовали, допустим, и уже когда встал вопрос, надо создать вакцину против коронавируса, уже была готова. То была уже основа, на основе которой можно было легко и в месячный срок практически разработать. Больше заняли испытания, да, по времени. Давайте тогда вот по существу, вот Сергей Холмурович, наверное, тоже к вопросу к вам, почему прививаться от COVID-19 нужно дважды, то есть сначала один укол, потом через три недели другой, для чего вот эти вот три недели нужно, что будет, вот часто тоже спрашивают, что будет, если вот эту вторую дозу не ввести, опасно ли это? И вот однокомпонентные вакцины, да, сейчас говорится о том, что они якобы тоже разрабатываются, чем, в чем разница вот эта однокомпонентная, двухкомпонентная вакцина? Объясните нам, пожалуйста. Ну, вакцина двухкомпонентная, что значит? Значит, состоит из двухкомпонентов. Какие компоненты конкретно, вот, допустим, если мы будем говорить по вакцине спутник Ви? Аденовирусная инфекция, ее называют еще иначе двухвекторная, да, вот в отличие от зарубежных аналогов, она действительно имеет в своем составе два аденовируса, два вектора, то есть именно эти векторы являются, являются, ну, как сказать, они доставляют геномный материал вируса, допустим, в клетку для того, чтобы вырабатывались антитела, да, и вакцину вторую надо, второй компонент вакцины ввести после первой спустя 21 день. Вот для чего это? Почему? Потому что в этот момент как раз начинают вырабатываться антитела под воздействием вот этого аденовируса одного типа, да, там 26, если я не ошибаюсь, тип. И второй аденовирус, он уже укрепляет иммунитет, он его, скажем, повышает, если так более понятно, и вот спустя 21 день после второго компонента, то есть в общей сложности на 42 день от введения первого компонента, мы получаем сформированный иммунитет у человека. То есть это все продумано, это и научными работниками, и производственными, и в инструкции к лекарственному препарату, да, тоже все это прописано, что действительно надо соблюдать вот эти режимы. Но на практике бывает так, что человек не успел уложиться в этот 21 день. Раньше прививку второй компонент делать нельзя, вот. А вот позже разрешено. То есть не страшно. Конечно, надо соблюдать режимность, да, на 21 день. Но если уж человек уехал куда-то в командировку, допустим, ну, какие-то обстоятельства, да, переехал в другой город, еще что-то, пожалуйста, в течение двух месяцев, то есть 60 дней между первой и второй вакцинацией, допустимо, это никак не влияет на эффективность вакцины, вот, в плане формирования иммунитета. Это однократная вакцина, это та же однокомпонентная, значит, вводится один раз. Примером может служить вакцина «Спутник Лайт», вот, которую, конечно же, позиционируют как вакцина для людей с аутоиммунными заболеваниями в первую очередь. То есть для детишек, допустим, тоже, это первый компонент вакцины «Спутник Ви», допустим, и облегченный вариант. Ну, разница здесь будет, конечно. То есть «Спутник Лайт» мы все-таки получим уже иммунитет на полгода, а если мы говорим об иммунитете после вакцины двухкомпонентной, это уже на два года. Вот почему она двухкомпонентная. То есть она как бы, не только иммунитет получаешь, но еще и такой закрепленность, скажем, иммунитет. Закрепленность длительной, продолжительной по времени, вот, до двух лет. Представляете, как это здорово. И в связи с этим вот такая разница между однокомпонентной и двухкомпонентной, значит, мы делаем для себя выводы, а какая же все-таки нам вакцина приемлема. Ну, тем не менее, да, есть люди, которые не могут сделать два компонента. Сейчас вот вы говорили, да, это дети, я так понимаю, люди с определенными заболеваниями. Экологически это иммунитет заболевания. Да, Светлана Ивановна, а планируется этот «Спутник Лайт» поступление его на территорию? Ну, безусловно, как только он будет доработан, просто, насколько нам известно, он еще не доведен до конца, да, то есть не доисследован, если я правильно выражаюсь. Вот, поэтому об этом уже разговор шел. Сегодня надо понимать, что детей, вот, как уже сказали, до 18 лет мы не вакцинируем, вот, поскольку он ходит вот в категорию тех, кто не должен вакцинироваться, да, как противопоказание. А вот этот более облегченный вариант, как нам объяснили, естественно, он поступит сразу же, как только пройдет все испытания, скажем так. Но он обязательно поступит. И он будет, насколько я поняла, не только для детей, но и для некоторых даже возрастных категорий, да, у которых есть какие-то хронические заболевания, ну, не настолько там серьезные, но, то есть, защититься они смогут, и при этом это никак не повлияет на хронические, ну, то есть, вот, на организм в целом при наличии хронических заболеваний. Это очень важно, потому что очень много жителей как раз вот по этому поводу задают вопрос. Почему я об этом знаю? И вот могу сказать тот факт, что у нас сегодня чуть больше 33 тысяч жителей на сегодняшний день насчитываются в возрасте 65 лет и старше. Это вот как раз та категория жителей, которые вот, ну, в большей степени подвержены там наличию хронических заболеваний. Очень много вопросов. Мы сегодня практически по 905-910 человек в сутки ежесуточно обзваниваем для того, чтобы разъяснять ситуацию, отвечать на вот такие какие-то острые вопросы интересующие. Очень мало, вот, видимо, находится информации в средствах массовой информации, да, вот в федеральных каналах или недостаточно для того, чтобы человек принял какое-то для себя решение. Вот, и после разговора, вот, это наши соцработники, это сотрудники администрации, это волонтеры, которые вот как раз сидят и обзванивают, и рассказывают, отвечают на вопросы. И даже кому-то помогают, естественно, зарегистрироваться в поликлинике для того, чтобы прийти на вакцинацию в конкретное время, дату, тогда, когда человеку удобно. Это очень важно. И люди счастливы на самом деле, почему? Во-первых, их организуют, да, вот, если брать предприятия, вот, мы ездили на предприятия и метро «Вагонмаш», и ММЗ, и другие предприятия города. И, вы знаете, людей организовывают, к определенному времени подходят, осмотрел их доктор, сделали прививочку, заполнили сертификат, заполнили в регионале реестр вакцинируемых в интернет, и все, и человек уходит домой. Ну, естественно, в течение получаса он наблюдается нами, да, это как минимум, да. То есть, если есть какие-то после прививки вопросы, какие-то побочные действия, конечно, сообщит нам вакцинируемые, да, вот, так и уже приходит домой, а у него бах, и приходит сообщение электронное, что, ну, на портале госуслуг, что вам сделана первая прививочка, вам сделана вторая прививочка, вот теперь вы можете получить сертификат вакцинации. Вы знаете, это очень удобно, очень доступно на самом деле, и люди стали активнее идти, значит, на вакцинацию. То есть, это еще как побуждает их, да, сделать прививку? Конечно, конечно, это очень, вот действительно, прекрасно, продумано, удобно, спасибо вас, Светлана Ивановна. Действительно, вот эти ноутбуки, которые были поставлены нам, да, они выручают, потому что мы сразу же в режиме онлайн заносим информацию в эти ноутбуки, да, где, кому, когда, какая прививка была сделана, и далее при появлении сертификата вакцинации уже международного, возможно, образца, сейчас эти вопросы рассматриваются, уже будет готова информация, вот они люди, вот они прививки и серия, номер, все там записано. Напомните, вот какие могут быть, да, реакции на введение вакцины, на что не стоит обращать внимание, ну, беспокоиться, да, а на что нужно прямо вот пристальное внимание обратить и сразу же просто бежать к врачу и ему об этом сообщить, чтобы какие-то действия он предпринял. В первую очередь, да, это могут быть температуры, повышения температуры, это может быть отечность, гиперемия в области, ну, покраснение в области введения препарата, это гриппоподобный синдром, да, который сопровождается, ломота в мышцах, ломота в суставах, недомогание, какая-то головная боль, реже бывает, конечно, та шнота, какая-то рвота, жидкий стул, допустим, и уже в тяжелых ситуациях, возможно, возможно, не исключается, это аллергические реакции. Ну, вот на что нужно обратить внимание, а что ничего страшного, скажем так? Ну, именно на то, обратить внимание, если эти явления, о которых я говорил, кроме аллергических реакций, да, допустим, они в течение трех дней, допустим, появились после прививки, и в течение пяти дней, вот такой срок, да, допустим, предварительный, они самостоятельно ушли. А, они должны пройти. Значит, это просто побочное действие, ничего страшного, это реакция организма, иммунитет вырабатывается, прекрасно. Вот если затянулся процесс, температура очень высокая, температура длительная, допустим, ломота 39-40, допустим, да. Это уже к врачу сразу же. Уже однозначно мы вызываем врача или обращаемся к врачу, либо сообщаем ему по телефону, допустим, о тех или иных осложнениях, которые возникли. Возможно, это просто человек заболел ввиду того, что после введения вакцины организм, ну, это нормально, он должен ослабленным быть, да, то есть… Ну, он там борется, да, все какие-то процессы идут, а тут еще какая-нибудь инфекция. А тут еще раз не соблюдает режим, да, охранительный, скажем так, да, пациент, и пошел куда-то, там, я не знаю, в торговый центр, да. Изразился еще человек, да. Конечно, конечно, подхватил инфекцию, скажем так, да, заразился, и, естественно, он испытывает заболевание. Вот в этой ситуации, конечно, надо сообщать врачу, в первую очередь сказать о том, что была проведена вакцинация, далее о состоянии, врач уже оценит обстановку, вот, и назначит лечение. Ну, и аллергические реакции тоже к врачу, да? Да, это однозначно, это на первом месте, да, аллергические реакции, вот, если мы, как говорится, говорим о них, то, в первую очередь, настороженно относимся к отеку, к винке и анфилактическому шоку. Вот, это редко, но любая вакцина, любая вакцина, да, она может, да, 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 это самые тяжелые такие формы, вот, но на введение вакцины спутник, допустим, такие не, ну, не встречались, и, слава богу, не будут встречаться, потому что они даже и нигде по статистике не проявляются, да. В основном это что? Температура, это слабость, гриппоподобный синдром, о чем я сказал. Ну, в целом, в целом, как, благополучно переносится? Конечно, конечно, легко переносят, особенно люди старшего возраста, легко. Да, как ни странно, вот, люди молодые переносят с температурой, да, опять же, это нечасто, я говорю о тех возможных ситуациях, да, вот, и среди молодых это чаще, чем среди людей старшего возраста. Объясняю, в силу чего, иммунная система хорошо работает у молодежи, вот, если людей старшего возраста брать, то уже иммунная система, она все равно стареет, хотим и не хотим, и она медленно работает, понимаете, поэтому и нет этой температуры, поэтому нет такой резкой слабости, вялости, вот. Так, ну а теперь, вот, давайте, да, о противопоказаниях. А про противопоказания, ну, на сегодняшний момент остаются все те, которые в скором будущем, они не будут являться противопоказаниями при появлении новых вакцин, на самом деле. Почему? Ну, в первую очередь, вы помните, да, была ограничена и являлась противопоказанием вакцина людям до старше 60 лет, помните? Сейчас мы делаем всем вакцину. То есть прошли исследования определенные, да? Конечно, я же говорил, не стоим на месте, все время что-то новое исследуют, разработки ведутся, и поэтому уже людям старше 60, мы, пожалуйста, активно вводим вакцину и переносят они ее лучше. Младше 18 лет, допустим, то же самое, сейчас мы не делаем, является противопоказанием конкретной вакцины, да? А далее, вот, сейчас разработают новую, ту же, спутник лайт, и наверняка там уже будет, детям, возможно, по возрастам распределят, а возрастам почему? Чтобы обратить внимание на массу тела, и в зависимости от массы вводим ту или иную дозировку вакцины. Вот, и исследование закончится, и наверняка появится вакцина для детей до 18 лет. Сейчас пока месть противопоказана. Также противопоказаны это острые и обострение хронических заболеваний. Вот, заболел человек ОРВИ, допустим, заболел, там, не знаю, атитом, синуситом каким-то, это просто горло болит. Конечно, а тем более, если температура сопровождается, человек должен сначала выздороветь, две недели после полного выздоровления, вот он срок, начиная с которого уже потом, спустя 14 дней, да, можно делать вакцину. Вот, обострение хронических заболеваний, то же самое. И последнее, это беременность и кормление грудью является на сегодняшний момент тоже противопоказанием, да. Что будет дальше? Не знаю, посмотрим. Так, а вот антитела, присутствие антител в крови, да, вот это иммуноглобулин G. Но это не является противопоказанием, Надежда, нет. Это, как сказать, хочет человек, делает прививку, не хочет. Единственное, что если недавно переболел, месяц, два назад, в течение последних полугода, и высокий титр антител сохраняется выше 10, да, ну, допустим, взять у него 100-200 там этих единиц, да, скажем, антител, ну, зачем ему вакцинацию? Просто ни к чему, да? Ну, просто ни к чему. Она не навредит. Возможно, она изменит цифры антител. Вот и все. То есть в этой ситуации нет необходимости. И поэтому в руководствах везде методических рекомендациях по диагностике, лечению коронавирусной инфекции там и прописано, что переболевшим и с положительными антителами, то есть выше нормальных цифр, не рекомендуется делать вакцинацию. Пусть лучше каждые, там, я не знаю, два-три месяца они контролируют уровень своих антител, и как только антитела подойдут к норме или ниже, вот на тот момент, конечно, вакцинацию делать обязательно. Предположим, противопоказаний нет, принимаю решение идти и вакцинироваться. Надо ли мне как-то подготовиться к вакцинации, там, допустим, что-то делать до, предусмотреть возможность, чтобы мне была возможность сделать что-то после, там, да, например, там, не знаю, диету изменить. Говорят, что еще алкоголь нельзя, да, употребляйте, почему, кстати. А физическая нагрузка, тоже, говорят, не положено, тоже почему. Объясните, пожалуйста. Токсическое влияние алкоголя идет именно на процесс деления клеток. То есть, когда антитела образуются, они делятся, скажем, да, и вот этот процесс, он и обеспечивает формирование иммунитета. Количество вот этих вот антител, да? Да, 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 да. А тут, представляете, мы алкоголем начинаем на этот процесс давить. Вот. То же самое в отношении физической нагрузки, допустим. Во время выработки иммунитета, да, здесь, наоборот, надо и питать хорошо этого человека, то есть, белки, жиры, углеводы должны быть, да, и нормальный здоровый сон должен быть. А тут мы истощаем. Вот меня очень многие спрашивают, а могу я пойти в фитнес-клуб, допустим? Ну, первые три дня нет, не рекомендую, если связано с тяжелой физической нагрузкой, да, то есть, какие-то, я не знаю, там, гири, там, я не знаю. А если так вот расслабленно поплавать, например, в бассейне, можно? Не рекомендуется. Да, тоже нельзя. Да, баня, сауна, бассейн. Мочить просто нельзя так. Да, да, да. Три дня. А далее, ну, потерпеть можно три дня. Даже дать организму отдохнуть, правильно? Немножко расслабиться. Пожалеть себя, да? Конечно, у нас жизнь и так интенсивная. А тут просто дать отдохнуть организму. Тем более, доктор прописал, скажем так. А представляете, сколько женщин довольны? Доктор сказал, три дня не пить. Женщины довольны. Может, я в покое, скажем, да? Да. А вот они-то и чаще от вакцинации отказываются. Понимаете, мужчины. Как это? Да, по этой причине. Говорят, вы знаете, нет, впереди праздники, впереди выходные. Я прививку не буду делать. Но тогда мы договариваемся. Я говорю, приходите в понедельник. Вот. И до пятницы есть время. Ага, то есть у вас на все есть ответы, Сергей. У меня маленькая ремарочка. Может быть, я немножечко... Мы отошли немножко от статистики. Ну, вот я бы хотела что сказать, что мы, если раньше 250 человек ежесуточно прививали, там, 350 человек, сегодня уже вакцинация ежесуточная, но это вот ежедневно где-то 450-550 человек. То есть я к чему об этом говорю? Ну, опять-таки, что праздники, да, прошли? Да. Я к чему об этом говорю? Во-первых, если мы такими темпами будем проводить вакцинацию, да, то, соответственно, нам где-то до сентября месяца, до сентября месяца придется продолжать вот эту процедуру. Почему? Потому что если перед нами стоит задача боевая 60% от взрослого населения провакцинировать, да, то, соответственно, вот мы обязаны эти 60% провакцинировать. В конце концов, мы же думаем о своей безопасности, да, дальнейшей. То есть я к чему веду этот разговор? Что чем быстрее мы провакцинируемся, тем быстрее закончится коллективный иммунитет выработается, конечно. В общем-то, пандемия, да? Конечно, конечно. Зачем оттягивать, когда можно самим решить вот этот вопрос как можно быстрее? Это очень важно. Вот я хотела обратить на это внимание. И, кстати, сказать, пользуясь случаем, я очень благодарна вот и второй поликлинике, и всем поликлиникам, которые, во-первых, расписаны у них графики по посещению всех организаций, учреждений. И даже вне зависимости графика, вот буквально вот по моей там просьбе, да, я позвонила, вот Сергей Холмуродович с удовольствием откликнулся, и вот посетили автоколонну 1375, там все перевозчики, в общем-то, будут собираться для того, чтобы привиться. Да, то есть вот услышав все ответы на интересующие вопросы, уже есть желающие, и, соответственно, этот процесс будет как-то ускоряться. Вот волнует тоже абсолютно всех вопрос. Если сделаешь прививку, можно снимать маску? И почему, да? Если можно, если нельзя снимать, то, значит, получается, что вакцинирован он заразен, или он может заразиться сам, да, поскольку вот ослаблен, я так поняла, иммунитет. Или все-таки можно эту маску снять уже будет, сделав вакцину, и, говорится, освободиться? Ну, вообще, после вакцинации, снимать ли маску, не снимать маску, или без вакцинации, в любом случае, мы ждем, когда будет объявлено официально, что ограничительные меры сняты, то есть мы уже от маски освобождены. А ограничительные меры будут сняты, да, извините, я вас перебью, когда у нас, что, заболеваемость пойдет на спад? Конечно, здесь все взаимосвязано, и поэтому не связано, сделали тебе вакцину или нет, можно снимать маску или нет, то есть вот такой связи я не вижу, да, здесь самое главное, ты отвакцинировался, да, но ограничительные меры все равно соблюдать надо, и социальную дистанцию, и мыть руки, допустим, то же самое, носить маску, да, А при этом просто человек сам по себе уже спокоен, он не будет восприимчив к инфекции, во-первых, да, во-вторых, если и заболеет при встрече с инфекционным агентом, то он перенесет значительно легче, не будет вот этого тяжелого осложнения после заболевания коронавирусной инфекцией. Да, скажем так, мягко скажем, да, то есть он и себя обезопасит, и второй момент, он обезопасит, если он сам заразился, допустим, он уже будет либо носителем этой инфекции, да, либо провоцирующим вообще фактором, скажем так, да, и, соответственно, тоже инфекция все больше и больше будет распространяться, А он будет являться как бы причиной вот этого заражения. Зачем? То есть в любом случае вакцинация одно, ношение маски это другое. В совокупности вот ограничительные меры и вакцинация, они и подводят нас к тому, а еще если это мы массово проводим, да, вакцинацию, подводят к тому, что мы быстрее, скорее достигнем того результата, к чему мы стремимся. То есть весь мир, все население планеты, это победить коронавирус. Понимаете, это зависит от нас с вами. Не надо нарушать ограничительные меры. В любом случае, даже была проведена вакцинация, если все равно маску носить надо, вот, пока нет разрешения. К любым условиям, к любым обстоятельствам можно приспособиться, да, и мы обязаны это делать, приспосабливаться, делать для себя определенные какие-то выводы, вот, и жить уже по новым правилам. Когда-то, наверное, нам страшно было слушать нашим дедам, прадедам, что мы обязаны вакцинироваться, там, от оспы, туберкулеза, там, поправьте меня, да, то есть много всяких инфекций. Которые мы, к слову, сегодня не сталкиваемся, в общем-то, фактически, да, и сегодня уже практически в природе не существует. Мы пришли к тому и абсолютно спокойно реагируем на то, что дети при рождении, они вакцинируются, и мы сегодня этих проблем практически не имеем. Ну, к сожалению, жизнь, вот, наверное, нас подталкивает к тому, что и, может быть, станется так, что и эта вакцина будет в какой-то степени обязательна, так же, как и грипп и многие прочие прививки. Может быть, не, скажем там, в таком масштабе, да, но, тем не менее, наверное, мы к этому когда-то придем. Ну, а мыть руки, там, и обезопасить себя, там, маской и так далее, ну, наверное, какое-то время придется в этих условиях пожить, пока мы не адаптируемся к этим условиям. Вероятно, мы к ним когда-то привыкли, да, потому что, ну, человек ко всему привыкает, в том числе к этому. Поэтому у меня единственное пожелание к тому, чтобы не надо скептически или со страхом относиться. Это, слава богу, что у нас есть такая возможность, я не знаю, финансовая, моральная, материальная, какая угодно, возможность иметь эту вакцину и пытаться себя защитить. Это все-таки, я считаю, ну, как дар в какой-то степени. И мы должны пользоваться той возможностью великой, которой мы обладаем. И я всех, конечно, призываю к тому, чтобы провакцинироваться по мере возможности. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее мы выйдем из этих проблем. Ну, наверное, Сергей Холмуродович. Сергей Холмуродович, добавите. Я только лишь добавлю, все было сказано грамотно, красиво, действительно, и все верно. Вот, единственное, добавлю, что, ну, любой вирус, он способен мутировать, о чем вы, Надежда, сказали, да? Кстати, вот опасно это. И что хочу сказать, что мутации, которым подвергается вирус, это совершенно другое, что, когда говорят о новом штамме, да? Вот штамм чаще всего, новая разновидность, это вирусы гриппа, сезонные, да? Вот там вакцина каждый год меняется, да? Надо предусмотреть, спрогнозировать, какой же грипп будет в этом году, допустим. Давайте-ка мы добавим тот или иной антиген в ту или иную вакцину, да? А вот в отношении коронавирусной вакцины, пока еще четко неизвестно, она может повести себя, вот сам вирус, вернее, коронавирус, он может повести себя двояко, либо как вирус гриппа, либо, как вот Светлана вам сказала, вирус кори, допустим, да? То есть, если как вирус гриппа будет себя вести, значит, тогда нужно будет искать еще и еще новые вакцины, разрабатывать, производить. Дополнять, скажем так, уже существующую, да? А вот эта вакцина, да, она нас спасет в той ситуации, если действительно коронавирус будет проявлять подобное вирусу кори, то есть, изменяясь внутри просто лишь на незначительные такие мутации, подтипы так называемые. Ну, пока сейчас он себя вот так вот ведет, да? Конечно, вот именно так он себя ведет, и поэтому, когда говорят о британском штамме и других, допустим, настороженность должна быть однозначно, вот, для того, и тем более, если ты сомневаешься, конечно, надо прививаться. Нет, я имею в виду, что если ты привился, да, и вдруг появляется какой-то там, не знаю, австралийский, британский, уже не надо тоже его бояться. Или наша вакцина спутника, она предусмотрела эти варианты, вот именно на изменение, на эти мутации наш вирус, наша вакцина на изменение вируса, да, она уже подготовлена, она уже ожидает эти возможные мутации, вот, поэтому, а вот если изменится уже вирус, появится новый штамм, вот, там уже новую вакцину надо и изобретать. Но сейчас разработчики, они не сидят на месте, на самом деле, сейчас, если говорить о дальнейших каких-то перспективах, мы ждем назальные формы вакцины, те, которые будем капать в нос, мы ждем комбинированную вакцину, вот, скоро-скоро Петербургский институт нам выдаст тоже. Это, представляете, одна прививка делается в год, которая одновременно от гриппа и от коронавирусной инфекции. То есть вот так. Конечно, да. Вот как раз это вот уже-уже на подходе. Вот, потом вакцины еще те, которые сохраняются при температурах положительных. Мы же начали с чего, помните, да, если американцы, им нужен холодильник в 80 градусов. А, минус 80, да, у нас там 36, да, минус 36. У нас минус 18 вот этот спутник изначально был, сейчас появилась его форма, и мы уже пользуемся 2-8 градусов. Представляете, как мы совершенствуемся. И вот сейчас леофильные вот эти новые вакцины, они именно имеют такие возможности, что при комнатной температуре можно их хранить. Представляете, мы не только в нашем регионе, да, вот где тепло, жарко, допустим, юг России, да, в летний сезон можем даже прививать. Представляете, какие возможности, да. Ну, как только появится эта вакцина, да, и мы можем помочь странам с жарким климатом. Вот, в чем дело. А, представьте, с холодильником минус 80 градусов, где там, в какой Сахаре мы поможем, тогда не сможем. Да, вряд ли там работать-то не сможет. Да, 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 вот поэтому, когда эти исследования узнаешь, что занимаются еще ученые, не стоят на месте, это очень здорово, на самом деле. Надежда есть. Надежда есть, конечно. Она с нами в студии. И с помощью, с помощью, спутник ВИ мы все-таки победим. Я уверена, что победим. А название вы знаете откуда? Откуда? Это вот мне вот подсказала коллега. Откуда название спутник ВИ? Так. То есть ВИ – это Виктория, Победа, да, и спутник, потому что мы первое государство в мире, которое запустили спутник космоса. Это очень, мне кажется, да, символично. Это символично вообще. Это о многом говорит. Отечественные вакцины – это не завозная какая-то из другой страны, я не знаю, там, да. Поэтому полное доверие должно быть, и я призываю, приходите, вакцинируйтесь, бояться не надо. Единственное, обязательно проконсультироваться предварительно с лечащим врачом и с врачами-специалистами. Если заболевание эндокринологическое, аутоиммунное, идите к эндокринологу перед прививкой, проконсультируйтесь. То есть, если онкологическое, то же самое, посетите врача-специалиста-онколога и так далее, и так далее, и так далее, а потом уже, пожалуйста, а мы всегда рады, мы сделаем прививку, удобно будет для вас и доступно. Спасибо, спасибо за то, что пришли в студию телеканала Первомытищенский, рассказали нам все о вакцинах и вакцинации. Напомню, сегодня в гостях у нас были заместитель главы администрации городского округа Мытища Светлана Лысенко и врач-терапевт поликлиники номер 2 Сергей Лойков. Будьте здоровы, мы с вами прощаемся, но вы, уважаемые телезрители, не переключайтесь, вас еще ждет свежий выпуск новостей.